Здравствуйте, уважаемые садоводо-огородники! Меня зовут Русский Хван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Как бы банально это ни звучало, но любому огороду, в конце концов, приходит конец. Однако, конечно, для тех, кто занимается огородничеством, садоводством, завершение одного сезона означает скорое наступление следующего. Есть возможность немножко передохнуть, есть возможность подготовиться, есть возможность попланировать, заготовить какие-то удобрения, средства защиты и так далее, и так далее. Ну вот у меня здесь держалась температура вокруг теплицы, где-то в течение последних 10 дней, минус 5, минус 7, сейчас немножко отпустило. В теплице держится температура чуть-чуть выше 0, однако она все равно оказалась губительной для культуры томата, перца, ну и баклажан уже закончился еще раньше. Что ж, теперь есть возможность все это без сожалений поснимать. Конечно, я, несмотря на то, что за бортом отрицательная температура, заряжу хлорочку, белизну, разбавлю ее в соответствии со своими рекомендациями, но у меня белизна крепенькая, белорусская, хорошая, 30% и более гипохлорита. Поэтому я возьму смело этот литр белизны, в 10 литрах растворю, и пройдусь, потому что стеночки позарастали водорослями, какие-то, понятно, минеральные загрязнения, споры немножечко летают в серой гнили, которая из-за влажности здесь уже развилась в позднее время. И, конечно, вот хлорочка очень хорошее средство для того, чтобы просонировать здесь все-все-все. По весне, конечно, нанесу на поверхность поликарбоната биопак, потому что он дороговатый, но он разбавляется в этом случае 1 к 1000, что делает его достаточно экономным для использования. И защищу поверхности поликарбоната на все лето и осень. В обязательном порядке разложу здесь приманки для мышей, и произведенные промышленным способом, и самодельные. У меня рецептов различных много. Теплица является для мышей, конечно, таким домиком для зимовки. По этой причине, чтобы не разводить на участке этих грызунов в целом, буду их подманивать разнообразными способами контролировать их численность. Сидораты, конечно, я уже посеять тут не успею, чтобы они выросли в осенний период. Но я все равно их здесь посею, потому что весной они рано начнут расти. До того, как придет срок высадки рассады томатов в теплицу, они уже будут тут здесь мне в плечо. И затем я эту зеленую массу уберу и впоследствии уложу между рядками, между растениями высаженных овощных, перца, томата, баклажана, огурца. Я все выращиваю в одной теплице. Она у меня пока одна единственная. Но благодаря различным подходам, технологиям, индивидуальным подкормочкам, опрыскиваниям, в одной теплице вполне реально совместить все эти растения. Мы весь год, весь сезон об этом говорили, о разных методах и подходах. Ведь вот понимаете, самое главное, самое главное, что мне важно показать вам и продемонстрировать здесь, в этой теплице, что растения умерли не от болезней, не от вредителей. Они умерли от погоды. Если бы погода позволяла, то эти растения бы росли, росли и росли. И всего этого мы добились благодаря использованию препаратов серии БИОТСО. О них я рассказывал. И вас впереди ждут выпуски по каждому препарату отдельно. Вот как его, в каких случаях стоит использовать. Конечно, я о них говорю, говорю, периодически показывают. Сейчас этим полейте, этим подпырскайте. Размножьте его там себе хоть в ведро бесплатно. И тоже там подлейте где-то в каплю включите и так далее. Но вот такие видеоинструкции сделаю по каждому препарату конкретно отдельно. И они полностью, полностью позволяют держать вам ваши теплицы, открытый грунт без болезней. И как я в одном из выпусков говорил, именно болезни и зачастую вредители являются тем фактором, который полностью ограничивает возможности длительного сбора урожая. А что такое сокращение сроков сбора урожая? Это потеря ваших денег. А экономика, особенно теперь, является очень важной для нас, огородников. Ведь нам же нет смысла выращивать. Мы же не выращиваем на выставку огромные там тыквы или еще что-то, чтобы с кем-то посоревноваться и на ярмарке тщеславия побывать. Нам надо съесть здоровое, вкусное, долго, дешево и полезно. Вот чего мы и добиваемся. Но на самом деле, в целом, огородный сезон у меня еще не закрыт. Как бы странно это ни звучало, в декабре уже, да, но все еще можно сходить в огород за кое-каким урожаем. Это самая приятная часть нашего огородничества. Идти и собирать урожай. Какой же урожай можно собрать в декабре? Конечно, все очень зависит от погодных условий. Вот снежок у нас лег немножко, температура была низкая, как я уже сказал. Однако, земля еще не замерзла. И по этой причине, первый урожай, за которым я пойду, это урожай моей любимой листовой капусты кале. Она выдерживает довольно низкие температуры, благодаря накопленному сахару в листиках. Не сохраняются витамины, все-все-все полезные вещества, характерные для капусты. И я даже хочу сказать, что вот в такой период времени собранные листики даже как-то мягче и даже вкуснее. Поэтому добавить в щи, добавить в тушеные какие-то овощи, там еще кабачочки хранятся, тыква, еще что-то, какой-то рагу сделать, это всегда очень хорошо. Это же дополнительная польза для нашего организма. Не отступает от капусты кале и другая капуста, белокочанная. Если вы еще полностью ее не вырубили, не убрали, то можно завершить этот процесс до наступления устойчивых и сильных морозов. Вот у нас еще, так сказать, колебания идут, то тепло, то морозно, то тепло, то морозно. Капуста еще не повредилась настолько, чтобы она не могла быть убрана. Замечательно, до этого периода времени на грядках сохраняется капуста кайраби. Благодаря тому, что у нее очень много сахаров накапливается в этой разросшейся части, она сохраняется очень хорошо. И вместо того, чтобы ее срезать в раннее время и закладывать куда-то, чтобы она там высыхала, морщилась, я какое-то количество этих вот стеблеплодов таких сохраняю, кочерыжек, в полевых условиях. Пока земля не замерзла, вполне еще можно убирать столовые корнеплоды. У меня поздний посев был репы, редьки маргелландской, дайкона. И, конечно, я с удовольствием еще таскаю из земли эти овощи. Также, благодаря накопленным сахарам, они замечательно еще сохраняются, пока их можно вытаскивать из незамерзшей земли. Между прочим, наши зрители делятся своими секретами в комментариях, поэтому читайте комментарии, там можно много всего полезного тоже найти. Молодцы зрители, делятся опытом, что если сделать очень хорошее эмульчирование, то даже в течение зимы, весной, можно вытаскивать морковь и свеклу из грядок, и она прекрасная, сочная и замечательно там хранится. Ну, почти как в буртах. Ну, и до самой весны, на самом деле, можно хранить такой замечательный овощ, как лук-порей, прямо на грядках. Конечно, в середине зимы, когда уже холод сковал землю, когда навалило очень много снега, выкапывать там, как копытом какой-нибудь кабан, выбивать его не будешь, этот лук. Но весной, когда грядочки отпустят, снег сойдет, можно вполне пойти и насладиться своим урожаем. Это не выращивание, это хранение, особое хранение овощного урожая на грядках, в сроке, которые позволяет сделать погода. Что ж, мое огородничество в части сбора урожая продолжается еще, и я этому очень рад. Ну, и, конечно, кое-какие активности и работы по подготовке уже к следующему сезону. Оставайтесь с Ивановой наукой, будем с большим урожаем, долго будем заниматься любимым делом. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи.